Сегодня вечером я хочу поговорить о важных вещах, о великих переменах и о перспективах, которые они несут, а также о некоторых больших проблемах и о том, как вместе мы можем с ними справиться и повести нашу страну вперед в качестве бесспорного лидера этой эпохи. Мы собрались здесь сегодня в драматичный и многообещающий момент в нашей истории и в истории человечества на Земле. Ибо за последние 12 месяцев мир пережил изменения почти библейских масштабов. И даже сейчас, через несколько месяцев после неудачного переворота, обрекшего на провал несостоявшуюся систему, я не уверен, что мы осознали все последствия, весь смысл того, что произошло. Но коммунизм умер в этом году. Даже как президент, имея потрясающую возможность наблюдать за происходящим, иногда я был так занят, помогая продвижению прогресса и притворению в жизнь перемен, что не всегда показывал радость, которая была в моем сердце. Но это самое большое, что произошло в мире на моем веку, на нашем веку. По милости Божьей, Америка победила в холодной войне. Завершился период, когда Америка и Россия держали друг друга под прицелом и в любой момент были готовы нажать на спусковой крючок. Сегодня можно сказать, следующий день будет мирным. В этом дне будет меньше страха и больше надежды на счастье наших детей. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Господи, благослови Америку. И добавлю к этому и Россию. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наше предложение мы постоянно сталкивались либо с цедичным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический Альянс тем временем несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Уговоры и просьбы не помогают. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Нас обманули. Обманули серьезно. Нам казалось, что у нас все появится. Что есть нефть, мы продадим, а все, что надо, купим. Выяснилось это вранье. Надо будет делать все самим. Обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули. 24 февраля 2022 года закончилась большая 30-летняя эпоха в истории современной России. Бурно начавшийся роман с Западом превратился в токсичные отношения и завершился грубым разрывом. Подошла к концу история пылкой, трагической любви. В считанные недели граждане России избавились от множества иллюзий. Бедные и без того жившие несладко живут теперь еще хуже, потуже затягивая пояса. Относительно обеспеченные обыватели увидели, как на глазах рушится их прекрасный сытый мирок с турпоездками в милую, уютную Европу, модными брендами, Кока-Колой и Старбаксом, Нетфликсом, Инстаграмом и Фейсбуком. Богатые узнали, что их собственность в любой момент может быть конфискована по одному щелчку пальцев в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе. Их виллы, яхты, спортивные клубы, активы и банковские счета вдруг стали миражом, а сами они оказались в ситуации золушки в момент, когда на часах пробило полночь. Десятилетиями либералы пугали граждан Российской Федерации тем, что возвращение советской власти будет означать новый железный занавес, изоляцию страны и ее оторванность от мирового сообщества. Все, чем они пугали, случилось. Правда, безо всякой советской власти или даже легкого намека на нее. Многие либералы тут же в ужасе побежали на Запад. Сейчас все они искренне или наигранно сокрушаются по поводу происходящего на Украине. Они не волновались, когда Запад уничтожал гражданское население Ирака и Афганистана, когда США со своими партнерами по НАТО вторглись в Ливию. Они были равнодушны к смертям мирных жителей Йемена. Они не спешили осуждать американский империализм или действия Израиля в Палестине, ведь это другое. Тут понимать надо. Им не резон выступать против хозяев западного мира, частью которого они всегда хотели быть. Прелести так называемого «свободного рынка», которыми они до сих пор наслаждались, всегда предполагали чьи-то страдания, чью-то эксплуатацию и чью-то нищету. Войны – высшее проявление рыночной конкуренции. И российские либералы не обращали на них внимания, пока это не касалось их жизни. Теперь же все эти артисты, писатели, опальные политики и беглые миллионеры сделались самыми большими пацифистами на свете. Торжествуют сейчас ура патриоты и охранители. Они надеются на лучшее. Но так ли все безоблачно? Вопросов сейчас очень много. Страна находится под самыми жесткими санкциями в своей истории. Чтобы устоять, ей требуется быстрое и качественное преобразование во всех сферах. Какими они будут? Мы видим, что, как и прежде, российская власть уповает на рыночную стихию. Собственники предприятий ищут новые рынки сбыта для своей продукции. Новые возможности и схемы обогащения. В эксплуататорской сущности экономики ничего не меняется. Как и прежде, это будет экономика, ориентированная на извлечение прибыли и обогащение частного собственника. А значит, никуда не денутся вопиющее имущественное расслоение и неравенство, бедность миллионов рядовых тружеников и баснословное богатство господствующего класса. Десятки миллиардеров потеряли собственности капитала за рубежом. Но суть государственно-монополистического капитализма в России остается прежней. Как и раньше, доходы капитанов бизнеса, топ-менеджеров, высших чиновников и госслужащих будут превышать доходы обычных трудящихся в десятки в сотни, а то и в тысячи раз. Раздаются обещания возродить производство, науку и образование. Но кто это будет делать? Те же самые лица и кадры, что привели российское государство в офшорно-олигархический тупик сырьевого придатка мировой экономики? Чтобы страна сохранилась, должны быть решены задачи, подобные тем, что стояли перед руководством СССР и советским народом в 30-е годы 20-го столетия. Похоже, нынешние эффективные менеджеры на сталинских наркомов, способных на такие достижения. А главное, возможно ли прорывное развитие, когда грузом на шее у народа постоянно висит класс-паразит, присваивающий результаты труда российских рабочих. В основе экономической жизни Советского Союза была общественная собственность на средства производства. В этом был корень его силы. Советский народ не кормил коллективного частного собственника. Все его ресурсы шли на развитие страны и удовлетворение насущных потребностей народа, а не на яхты, дворцы и лимузины господ олигархов. При всех имевшихся проблемах экономика Советского Союза была самодостаточной, в отличие от экономики современной деиндустриализованной России. Даже Владимир Владимирович не так давно ненадолго отвлекся от разминирования заложенных большевиками атомных бомб и признал достижения СССР. Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался, добивался колоссальных успехов. Ко всем экономическим и политическим проблемам нашей страны добавилась еще одна. Кто бы что ни говорил, а происходящая сейчас – это трагедия во взаимоотношениях народов Украины и России. На какой основе будут налаживаться отношения двух стран? На основе идеологии русского мира? Но чем рыночный русский мир может быть привлекателен для жителей Украины? Высоким уровнем жизни, доступным жильем и социальными гарантиями? И что сможет предложить российская буржуазия миллионам украинцев взамен хорошо разрекламированной мечты о кружевных трусиках и ЕС? Граждан Украины будут эксплуатировать не прозападные олигархи, а пророссийские или российские? Ипотеку от Коломойского заменит ипотека от Грефа? Кризис, нищета и безработица на Украине исчезнут от разговоров о вечном братстве восточнославянских народов? А вот советский мир мог сплотить русских, украинцев и граждан всех других национальностей нашей страны без подавления культуры каждого из народов, населявших СССР, без великодержавного шовинизма. Гражданам СССР нечего было делить, страна принадлежала им, а не горстке олигархов. И это было самым прочным основанием для дружбы и солидарности. В Великую Отечественную войну советский интернационализм доказал свою состоятельность, а массовый героизм граждан СССР показал, что ни за одно другое Отечество народ не бьется так же самоотверженно, как за Отечество, где нет класса господ. СССР на практике доказал, что только социалистическое государство с общественной собственностью на средства производства может эффективно противостоять империалистическому грабежу. Русский мир, основанный на эксплуатации человека человеком, обречен на провал точно так же, как Царская Россия и Российская Республика Временного Правительства. Можно сравнить дореволюционную Россию, Советский Союз, Российскую Федерацию и другие бывшие республики СССР. Сравните экономические показатели, уровень культуры и образованности их жителей. В чью пользу получится сравнение? Если не кривить душой, то придется признать, что могущество, влияние и авторитета, которыми обладал СССР, не было ни у царской России, ни у России постсоветской. Люди труда в СССР с куда большей уверенностью смотрели в будущее. Лидеры западных стран выбирали выражение, когда публично высказывались о руководителях СССР. А советские спортсмены не выступали на соревнованиях без флага и гимна. Страна Советов занимала достойное место в мире, потому что советская экономическая система была более прогрессивной и жизнеспособной, чем так называемый свободный рынок. Так было до тех пор, пока ее не начали уничтожать реставраторы капитализма. Но сейчас, в эти критические времена, нам предлагают и дальше строить нашу экономическую жизнь на принципах, которые давно устарели и тормозят прогресс во всем мире. Сможет ли ослабленная, деиндустриализованная Россия противостоять всей мощи коллективного Запада, оставаясь на капиталистических рельсах? Это противостояние прежде всего экономическое. Смогут ли российские дельцы провести успешную реиндустриализацию бесплановой экономики и общественной собственности на средства производства? Где теперь отечественная микроэлектроника, авиапром, прибора и станкостроение? До какого уровня за 30 лет их довели эффективные менеджеры в РФ? Кто-нибудь ответит за руины фабрик и заводов, убитое село, антисоциальные реформы, деградацию и рекорды вымирания? Или, как всегда, виноватыми останутся большевики, а в Ельцин-центре продолжится почитание предательства нашей Родины? И что будет, если эффективные менеджеры в очередной раз не справятся со стоящими перед страной задачами? Обвинят во всем внутренних врагов, а для сохранения власти и капиталов перейдут к ультраправой диктатуре пиночетовского типа? Разве что-то другое наносит нашей стране больший ущерб, чем экономическая система, в которой господа с капиталом сидят на шее у миллионов наемных рабов. И это касается не только России. Идущая сейчас экономическая война в очередной раз доказывает полную несостоятельность так называемой рыночной экономики в глобальных масштабах. Правительства империалистических держав, представляющие интересы корпораций, богатейших банкиров, владельцев крупной частной собственности снова довели планету до большого кризиса. Разрешить его, иначе как через ограбление трудящихся и эскалацию военных конфликтов, они не могут. Мы видим, насколько сильно зависит жизнь каждого живущего на Земле человека от состояния глобальной экономики. Планета пронизана тысячами экономических связей. И когда сильные мира сего в который раз начинают ожесточенно делить сферы влияния, эти связи рвутся, отчего страдают в первую очередь обычные люди. Происходящее на Украине отразилось на благополучии разных регионов планеты. Санкции правящих кругов Запада против России тут же ударили не только по нашей стране, но и по рядовым труженикам на самом Западе. И каким будет конец этого кризиса, предсказать трудно. Учитывая потенциал разрушения, накопленный основными державами планеты и глубок противоречий между ними, ядерная катастрофа не кажется сейчас такой уж невероятной. Самая большая угроза миру в последние десятилетия объективно исходит от американского империализма. Он оставил свои кровавые следы в Корее, во Вьетнаме, в Югославии, в Ираке и в Афганистане. Есть ли на планете страны, в чьи дела США не вмешивались? Но можно ли от американского империализма защититься с помощью другого империализма, например, германского или российского? Одолев американский империализм, новый гегемон просто займет место старого и, пользуясь приобретенным положением, будет грабить планету, как и его предшественник. Разве это нужно человечеству? Разве нужна ему вечная борьба империалистических хищников за мировое господство? Разве происходящее в который раз не убеждает нас в том, что пора избавиться от людоедской системы под названием капитализм? Пока миром правят корыстные интересы алчного, сверхбогатого меньшинства, человечество будет страдать. Только труд, освобожденный от власти капитала, способен сделать жизнь на нашей планете счастливой и безопасной. Капитализм лишает страны и народа Земли настоящего единства и братства, препятствует их взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Он обрекает миллиарды людей на регулярные кризисы с их разорением безработицы, бедностью, нищетой и ужасами войны. Чтобы уничтожить кризисы, нужно уничтожить капитализм. Другой дороги нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова